Два еще нет. Наступал на МВЗ имени Миля. Московский вертолетный завод. Там, именно тогда, меня приглашали на открытие монумента вертолету Ми-8. Это было 50-летие первого полета. Там интересный памятник вообще. Если кто-то влюбится ездить электричкой, то его видно. Ми-8 настоящий стоит только покрытый золотой краской. И там стоит мемориальная доска. Это все на территории завода. Хотя, я считаю, такие вещи надо делать так, чтобы это все могли посмотреть. Там написано «Золотое сечение мировой вертолетной авиации». Примерно так. Потому что то, что действительно сотворил Михаил Леонидович Миль в виде этой машины, это никто никогда больше не повторит. Милевцы все откровенно считают, что эта машина будет еще минимум полсотни лет работать в небе. В определенных модификациях. Они с благодарностью вспоминают, опять же, Миля в том плане, что в 90-е сложные годы эта машина позволила предприятию выжить. Потому что даже когда российская составляющая не покупали в армию, там никуда эти вертолеты, во всем мире они были востребованы. Их все равно покупали. О чем говорить, если два года назад американский конгресс там долго ссорился с Министерством обороны, они все-таки 45 машин взяли для работы в Афганистане. Потому что больше там ничего толком нормально работать не может, только наша машина. Такого много текста, такого уступления, но потому что песня. Я вернулся. Весь набитый до отказа, я принес их всех на базу, всех и сразу. Хоть мне трудно на высотах, взял я всех живых, трехсотых, трехсотых. Я их принял под завязку, в окровавленных повязках. Дальше сказка, что движок не захлебнулся, что я чудом увернулся. Я вернулся. Знать, судьба моя такая, тридцать лет в горах летаю. Я устал, наверное, это моя осень. Не участвую в парадах, чтоб не думать о наградах. На пределе мы взносим. Я Ми-8. Я вернулся. Кто б скомандовал, мне больно нахватал я пуль, довольно. Ох, как больно. Справа блистер мне разбили. Право капость не убили. Зацепили. Капитан, что в левой чашке матерился, было тяжко. Мы в рубашках. С ним, наверное, родились, потому что не разбились, возвратились. Знать, судьба моя такая, тридцать лет в горах летаю. Я устал, наверное, это моя осень. Для меня запчасти ищут, жалко будет, если спишут. Я ведь старый, но износим. Я МИ-8. Я вернулся. А в салоне наследили. Пятна бурые застыли. Шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся. Капитан ко мне вернулся. Затянулся. К борту мне ладонь прижала. И ладонь его дрожала так устала. Говорил, что все в порядке. Кладывал мне рукой за платки. И заплакал. Вот судьба моя какая. Тридцать лет в горах летаю. Я устал. Наверное, это моя осень. Хоть тяжелая работа, все равно летать охота. Пусть по-войному меня носит. Я МИ-8. Я МИ-8. Пусть по-войному меня носит. Я МИ-8. Я МИ-8. Я МИ-8. Я МИ-8. Я МИ-8. Я МИ-8. Следующая песня, там фигурирует слово «свислочный», ну просто многие, наверное, не знаю, небольшая речка такая, наверное, в Минске. И опять же фраза между Россией и Польшей, ну там Беларусь расположена, у меня просто в свое время опять же случился такой веселый случай. Я ездил в Китай, причем погранпереход такой, ну маленький, это не Шанхай, не Пекин, где в принципе любые паспорта знают, а тут я как вот из Благовещенского хэ-хэ, и там белорусский паспорт вызвал очень такую странную реакцию, солдатик китайский вызвал другого, тут еще выше, 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 пока я не дошел до какого-то большого там чина пограничного. Он даже по-русски так немножко говорил, и он так рад, как посмотрел, нашел в компьютере, говорит, да Ладуси-то где? Я говорю, ну, это говорю, ну, вот Россию знаешь, знаю, Польшу знаешь, знаю, это посередине между ними. А я говорю, ну вот, а у нас по телевизору говорят, что Китай это наш стратегический партнер. Ну ладно, это как отличие. Хорошо, что ты есть на свете. Даже если не рядом, а где-то, но мы вместе на этой планете. Это значит, что снова лето, и нас висло, чей лед раздавал, и осколки его уплыли. А я в церкви свечу по стаду, чтобы беды тебя обходили. И зима мне только приснилась, снега нет, он в России больше. Если что-то со мной случилось, то всего лишь любовь, и не больше. А глаза твои вряд ли заметят, что они мне всего дороже. Хорошо, что ты есть на свете. Вот бы только хранил тебя Боже. Вот бы только ты чуть улыбнулась. Как ни странно, случится вдруг это. И чуть-чуть, на мой взгляд, встрепенулась. Значит, лето опять, значит, лето. И зима мне только приснилась, снега нет, он в России больше. Если что-то со мной случилось, то всего лишь любовь, и не больше. И зима мне только приснилась, снега нет, он в России больше. Если что-то со мной случилось, то всего лишь любовь, и не больше. Нет, ну мы тут можем очень-очень много говорить, и Вадиму подобные просьбы будут поступать. Нет, я действительно все время, ну не все время, опять тоже на уровень угроз выходит, там и по телевизору, по телевизору, в интернете смотрят, однокашники говорят, не дай бог не споешь песню. Да, я действительно заканчивал училище в Питере, мало того, у меня мама коренная ленинградка, блокадница, и хоть в паспорте у меня там совсем другое место рождения, я считаю себя питерским. Это не в наезд на москвичей, мало того, в песне ничего такого плохого про Москву нет, тоже в своем образе уникальный город. Но тем не менее, песня даже не про то, что вот есть такой Питер, мы написали ее коллективно, когда мне говорят, это моя песня, я говорю, это неправда. Там было коллективное творчество. В советское время было, мы выпускались в 88-м году, пять лет училища за плечами, и впереди большая необъятная страна, и не только страна. И поэтому отправляли порой туда, куда Макар Тиллер не гонял, или как тот анекдот, когда говорит, вертолет опускается, и летчик говорит, прыгай, лейтенант, он говорит, опустить еще ниже, ниже не буду, потому что в прошлый раз пять запрыгнули обратно. Вот, ну и вот, наверное, как-то песня наук из тех времен, один о больших просторах. Солнце встает над сахарой, рыжая из голубой высоты, Греет лучами своими бесстыжими хвостик огромной змеи. На бугорке красно-желтому солнышку В спину подставил варан. Там бедуин Хлещет виски из горлышка, Гладит рукой у каран. Там все нормально, Песок саксал, Кругом зной и удушливый смрад. Как хорошо, что мы там не живем, И что есть на земле Ленинград. Как хорошо, что мы там не живем, И что есть на земле Ленинград. Чукча в надыме купил три ведра вина, Он хочет с помощью их В чуне своем переждать холода Вместе с женой на двоих. Белый медведь, позабыв про сон, Что-нибудь ищет пожрать. И вот, наконец, ему повезло, Чукча пошел погулять. Там все нормально, Мороз и снег, кругом холод, И вы не езжет. Как хорошо, что мы там не живем, И что есть на земле Ленинград. Как хорошо, что мы там не живем, И что есть на земле Ленинград. Медленно море у берега плещется, Вечно заразом мраз. В беженстве рыба у берега плещется, В воду упал папуаз. Долго на дереве зверя выслеживал И увидал с высоты. Два насекомых, термина и стыжи, Тащу слониху в кусты. Там все нормально, Негры там греются, Строят банановый склад. Как хорошо, что мы там не живем, И что есть на земле Ленинград. Как хорошо, что мы там не живем, И что есть на земле Ленинград. Как хорошо, что мы там не живем, И что есть на земле Ленинград. Подсказки. Ну, такая песня для перехода. Ее очень сложно петь женщинам. Если я вспомню, Я давно ее очень не пел. Я прошу не воспринимать, Все так уж сильно серьезно. Тяжелее всего было спеть ее моей маме. Я ласкал вот так на нее, Все гляжу, И бережно, нежно ее держу. Не надо нам слов, Ничего не скажу, В обнимку я с ней На диване лежу. Не хочется мне открывать даже глаз, Дай бог, чтобы здесь не тревожили нас. Губами я к ней прикоснусь еще раз, И нам расставаться. Пришел грустный час. И глядя в глаза мне, Она все поймет, Почувствуя, что уходить ей черед. На смену ей сразу другая придет, А после еще и еще. Долгий счет. Вся жизнь это просто большой балаган, Не думайте, я не сеньор Дон Жуан. И кредом мое, Принцип мой не обман, Не думайте, нет. Я не так уж и пьян. Но мне с ней приятно, Приятно с другой, Еще лучше с тридцать, Четвертой, шестой. Я всех охменяю, Одну за одной, И кто бы мне сказал, Эй, приятен, постой. Я ласкал вот так на нее, Все гляжу, И бережно, нежно ее держу. Не надо нам слов, Ничего не скажу, В обнимку с бутылочкой Пиво лежу. Ну вот она, да, Дурная техника, Там есть песни, Я, наверное, много не буду петь, Вернее, не то, что много, Но с временем ограничены, А пивной блюз, в конце концов. Так мало в жизни радости, Все чаще только гадости, Не помогают владости, И водка не берет, И в наше время новое, По большинству хреновое, А в целом бестолковое, Печалится народ, Царплата растворяется, Никак не поднимается, И НАТО расширяется, В удар на восток. И в этих обстоятельствах При общем надувательстве Меня над помешательством Спасет пивка глоток, Как любит плавать в озере утенок, Как с русалом рад любой мышонок, Как радуется грязь и парусенок, Так я в любое время пиво рад, И я не падать даже на девчонок, И пусть худой хватает мне силенок, Ведь у меня в душе пивной почуток, А пиво как не спорти, Это клада пива, Как не спорти, Это клада пива, Это клада пива, И я только в Минске, А ливария без Липского авария, В моей пивной душе, И в дождь, и в зной, и в холоде, Мне дух пивного солода Навек дороже смолоту, Чем запах и в Роше. Ячменная московская, Родная жигулевская, Вкуснее, чем кремлевская, Ты люкс и абсолют, И я тут без сомнения Принял постановление И утвердил решение День, пиво и салют, Как любит ломать Возерь и утенок, Как сирусалом Рад любой мышонок, Как радуется грязь и поросенок, Как я в любое время Пику рады. Я не падаю даже на девчонок, И пусть худой Хватает мне силенок, Ведь у меня в душе Пивной починок, А пиво как не спорит, Это клада, Пиво как не спорит, Это... И годами застойными, И поздно перестроенными, Идем рядами стройными, Пивно чеканим шаг, И пивом потребление Народа, Населения, Мы смело, Без сомнения, Поднимем словно флаг, В идее верим эти, Что скоро на планете И взрослые, И дети Лишь пиво будут пить, И изо всей продажи Исчезнет водка даже, И лишь старик расскажет, Как свод и было живет, Как любит плавать В озере утенок, Как сыр-усалом Рад любой мышонок, Как ра-ра-ра Хоть и гляньте поросенок, Так я в любое время Пиву рад, И я не падаю даже на легчонок, И пусть худой Хватает мне зеленок, Ведь у меня в душе Пивной боченок, А пиво, как в неспорте, Это клад, Клад, А пиво, как в неспорте, Это клад, 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 А пиво, как в неспорте, Это Прошу не считать Это рекламой пива, Или каких-то совсем уж Таких собственных убеждений, Да, Пиво есть пиво, To beer, not to beer. Осень, вечер, ветер, туча, В доме света ветер включен, И луны озявший лучик, Робко светит сквозь ветра, Одиноко, хмуро, скучно, От души упрямлен ключик, И с собой мир заключен, Ненадолго до утра Мой мирок размером с кухня, Газ под кофе не потухнет, Где-то гром печально пухнет, И нахожу на тенок Строгает сигарету, Будильник сам себе забудли, Живёт в окно светильник И раздастся в дверь звонок. Ночь, такое время года, Что не глядя на погоду, Гости в дом ко мне приходят, Пьют прозрачную не воду, А в душе моей пасходу Толиком, а толико-то Ночь, такое время года, Ночь, такое время года. Рюмки, водка, сигареты, хлеб, Холодные котлеты, И сердца у нас в сахаре, То ли дружбы, то ли спиртным, Но душа моя раздета, И летает в небе где-то, Рвётся в сторону рассвета, Только там бумага и дым. И я, наверное, спел стоп песен, Раз уж мы сегодня вместе, Вряд ли нам грустить уместно. Я пою, и каждый слышит, То, что он хотел услышать, Но стучат соседи, слышат, Батарея, чтобы тише. Ночь пройдёт, рассвет всё спишет, Ночь, такое время года, Что, не глядя на погоду, Гости в дом ко мне приходят, Пьют прозрачную не воду, А в душе моей пасходу, Толиком, а толико-то Ночь, какое время года, Ночь, какое время года. Солнце, видно, встать забыло, И сжимает горы затылок Строя сушеных бутылок, И уже закрыта дверь. Восемь вечер, ветер тучит, В доме свет опять заключит, И вон её взявший лучик, Горобка светит сквозь ветра, Одиноко, хмуро, скучно, От души упрятан ключик, И с собою мир заключит, Ненадолго до утра. Ночь, такое время года, Что не глядя на погоду, Гости в дом ко мне приходят, Пьют прозрачную не воду, А в душе моей пасходу, Толиком, а толико-то Ночь, такое время года, Ночь, такое время года, Ночь, такое время года, Что не глядя на погоду, Гости в дом ко мне приходят, Пьют прозрачную не воду, В душе моей плоско, но тоник, тоник года, ночь Такое время года, ночь, такое время года